Традиционная встреча в конце года. Губернаторы и журналисты краевых СМИ начали с приятного. По экономическим показателям, 21 год для края заканчивается неплохо. Валовый региональный продукт должен достигнуть 700 миллиардов рублей. Это будет трехпроцентный рост по сравнению с прошлым годом. Продолжается рост промышленного производства, но простых людей волнует больше, почему едва ли не каждый день дорожает гречка, яйца, масло. Сегодня губернатор пояснил, почему алтайские продукты растут в цене для своих же. Был неважный урожай 2020 года в мире в целом. Естественно, влияние пандемии, когда целые производства останавливались, определенный дефицит сформировался товаров в мире. Российская Федерация встроена в общую, так сказать, мировую экономическую систему. Да, и, конечно, так или иначе, рано или поздно, на нас точно так же отражаются все эти процессы. Реальных рычагов у органов власти, по крайней мере, на уровне региона, безусловно, нет. Еще одна острая проблема в регионе связана с обеспечением жильем детей-сирот. Около 450 человек в этом году получили долгожданные ключи от квартир, в то время как ежегодно их должны получать по 700 сирот. Ситуация осложняется тем, что сегодня рынок не может предоставить должное количество квартир, которые бы соответствовали всем нормам. На встрече не обошли тему и коронавируса, который второй год подряд влияет на избыточную смертность населения. Ковид в регионе отнимает в год по 10 тысяч жизней. Пока единственным инструментом борьбы с пандемией остается вакцинация. Количество привитых все никак не перевалит за миллион. На сегодняшний день это почти 995 тысяч человек. Мы для того, чтобы достигать коллективного иммунитета, мы должны примерно около 90% взрослого населения привить. Это надо миллион 600 нам цифру достигать. То есть еще 600 тысяч человек из тех, которые почему-то к сегодняшнему дню все еще не привились. Надо как-то умудриться уговорить, убедить. На встречу вновь затронули тему реконструкции Барнаульского аэропорта, которая должна состояться в ближайшие годы. Также журналисты поинтересовались у губернатора, что он думает по поводу протестных настроений и ярлыка депрессивного региона. Революционных каких-то изменений в планах нашей работы не предусматриваются. Они мне представляются достаточно выверенными. Наши планы на ближайший год и на ближайшую трехлетку сформированы, финансово обеспечены, организационно подкреплены и в конечном итоге приводят к повышению уровня жизни в крае, к улучшению ситуации по многим-многим направлениям нашей жизни. Всего за три часа Виктор Томенко ответил более чем на 20 вопросов, в том числе и личного характера. Например, когда он пройдет повторную вакцинацию. Несмотря на высокий уровень антител, в январе губернатор планирует привиться препаратом «Спутник Лайт». Что касается еще одного вопроса про соцсети, Томенко признался, что аккаунт ведет самостоятельно и по возможности старается читать все комментарии, чтобы передавать просьбы и проблемы людей в профильные ведомства. Но когда в крае проживает более двух миллионов человек, не обойдешься без помощников. Коллеги мне помогают делать так, чтобы в конечном итоге в какую-то помойку не превратился мой аккаунт. Потому что очень много ботов, обзывательств. Обзывательств, ну вот такого чего-то, непристойного, так скажем. Поэтому это дело вычищается сразу кого-то там, куда вы их, в черный список относитесь? В баните? В баните, да. Под конец встречи журналисты попросили губернатора назвать слова, которые характеризуют 2021 год в Алтайском крае. Как ни странно, эти слова не касаются пандемии или вакцинации. Так, по мнению губернатора, уходящий год можно было бы обрисовать следующим образом. Урожай, триумф, театры и наши спортсмены, которые успешно выступили на летней Олимпиаде в Токио. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.